здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня мы с вами разберемся в этой паре они нам на днях подкинули инфоповод дженнифер лопес и бен аффлек таки поженились спустя 20 лет отношений разлук и так далее ну в общем все у них было очень очень сложно и тут бах и такой интересный поворот событий конечно же меня это заинтересовало и давайте разберемся вместе что же это за люди для начала по отдельности разберемся что из себя представляет бен аффлек вот я посмотрела его все имена мы разбираться будем сначала по нумерологии потом по формуле души так вот все его имена вот это вот например это полное имя бена аффлек а так давайте я себя просто помельче сделаю потому что буду потом перегораживать другие окошки ада значит вот пожалуйста полное имя бена аффлек а оказывается у него там много разных нагромождений в виде бенджамин геза аффлек болт вот такое у него имя и здесь посмотрите очень очень интересно то что у него целых четыре шестерки из пяти показателей о чем это говорит ну кто у меня уже учится на нумерологии да вы отлично понимаете что шестерка это просто мега манипулятор в кубе в квадрате в абсолюте это человек знаете ну не только манипулятор но он еще и коммуникатор он договориться с любым обо всем он такой знаете любимчик который ну со всеми найдет общий язык и конечно же извлечет из этого собственную выгоду в отношениях с таким человеком вообще нет он не обманщик да вот прям в классическом понимании но если ему это нужно то он может и обманывать и выкручивать всю правду так как ему нравится но это просто блестящий манипулятор да и мы видим что по своему скажем так базовому состоянию да вот по базовой комплектации то есть полное его имя как раз это мега манипулятор кроме того девятка в личности знаете умение пустить пыль в глаза и показать что я свой парень да я такой весь в социуме вот просто красавчик да ну сочетание великолепнейшие до для коммуникатора манипулятора и знаете такой остап бендер нашего времени вот я бы так сказала да ну идем дальше смотрите когда мы убираем вот это вот все нагромождение вот геза дополнительная фамилии вот это через черточку болт бенджамин аффлек но я думаю что вот такое сочетание у него включается когда он работает ну вот бен аффлек это то как мы знаем вот вот здесь в этом окошечке прям его сочетание имени и фамилии как актера да и здесь мы видим что он получает благодаря вот этому сокращению получает два мастер числа это очень здорово то есть мы с вами его видим немножечко в таком знаете флоре ну вот какого-то полу бога да мы его видим с напылением так позолоты какой-то да так называемый то есть вот это вот и причем смотрите как интересно мастер числа мастер числа они дают человеку сверхспособности до их всего три мастер числа 11 22 и 33 11 это ну просто скажем так не просто а умение видеть глубже чем обычные люди да это вот когда но я всегда сравниваю например мы все представьте что учимся в школе до каждый в своем классе там в первом классе учимся прописям во втором таблице умножения и так далее а 11 это уже тот кто закончил школу это уже студент института он приходит в школу он в любом классе будет отличником вот так же человек с мастер числом да он уже по уровню развития выше чем все остальные соответственно когда бен аффлек становится именно беном аффлеком то он становится чуть выше всех нас и становится такой недосягаемой звездой то есть вот это вот напыление его звездности появляется благодаря тому что он ну взял удачный псевдоним да вот ему поэтому очень хорошо везет и смотрите как удачно попали эти мастер числа то есть в экспрессию экспрессии это набор инструментов которыми мы покоряем мир да то есть это наши возможности это один из ключевых факторов в нумерологии да и душевное побуждение это то к чему человек стремится то есть получается он хочет быть сверхчеловеком и он может быть сверхчеловеком вот здесь вот прям шикарное сочетание при этом манипулятивные способности остаются при этом остается девяточка то есть я красавчик в социуме то есть я такой классный меня все любят ну и смотрите я не случайно не убрала вот такой вариант как бенджамин аффлек потому что когда мы работаем да мы включаем полное имя как правило знаете ну у нас например в россии в славянских культурах называют людей по имени отчеству когда вот на работе да и это тоже не случайно то есть мы ну либо по имени отчеству либо ну вот мы в обычной жизни можем вот я например могу быть светой да но когда я общаюсь я либо светлана либо светлана владимировна да то есть получается что вот вот это вот полное имя в случае когда человек работает и как он работает посмотрите здесь экспрессия четверка то есть это трудолюбие но еще и кармическая 13 вот в плане работы он выкладывается на ну не на сто а на тысячу процентов потому что у него стоит такой внутренний цензор который всегда немножечко в истерике этим кармические цифры они всегда про то что внутри человека всегда вот это вот истерика я недостаточно хорош я должен сделать больше да если это 13 я лентяй я должен выкладываться вот как белка в колесе пока не упаду но вот это вот все и то есть в работе он просто монстр да вот в плане трудолюбия и это опять таки такой дополнительный стимул к тому чтобы ему показать себя во всей красе потому что ну человек трудолюбивый он даже не имея талантов он достигнет ну хороших высот а здесь талант на лицо что называется да ну и здесь у нас тяга к прекрасному тяга к легкому детскому отношению к жизни с одной стороны вот это трудолюбие да с другой стороны вот это вот как его влечет его привлекают люди легкие вот он как бы сам в работе он совсем не легкий он очень сложный до ответственный но он тянется к легким людям к артистам до тройка это число артистов поэтому его вот именно в работе тянет в артистическую среду ну то есть мы видим что человек нашел себя именно в профессии в которой который он занимается еще здесь личность единичка вот в плане работы он очень как сказать ответственный вот это вот тот тот случай когда он может быть манипулятором может быть кем угодно до разгильдяемы все всем таким да но вот если он берется за работу то он выкладывается на тысячу процентов относится к работе очень ответственно никогда не подведет да он манипулятор по своей сути в любом случае тут шестерки в самых ключевых показателях там где они не поменяются я кстати извините если что-то вы не понимаете у меня есть курс по как по нумерологии вот внизу под видео посмотрите там есть ссылочка курс стоит 990 рублей можете его приобрести там выпадут он всего там два урока но вот благодаря им вы поймете о чем я сейчас вот прям рассказываю потому что может быть я какие-то слишком сложные вещи проговариваю пожалуйста вот если что-то непонятно вот по этому курсу вы все поймете и сможете посчитать самое главное себя все варианты своих фамилий часто кстати бывает так что человеку не везет в жизни да когда начинаешь смотреть по нумерологии там просто достаточно немножко поменять имя или фамилию да и и все что называется встает на нужные рельсы так вот в данном случае я я вижу что человек очень удачно ну можно сказать вот вот этот псевдоним да по большому счету ну как не псевдоним он просто сократил имя да но вот благодаря этому сокращению он получил сверхспособности да и вот эти сверхспособности сделали из него звезду надо ну задержались мы немножко на бенни аффлеки давайте перейдем теперь к дженнифер посмотрим что же это за человек ну и мы видим вот полное ее имя дженнифер лин лопес а и что здесь я вижу человек то тоже вот коммуникатор очень важно что она коммуникатор он шестерка коммуникатор то есть коммуникатор манипулятор она коммуникатор более такой покладистый человек который знаете как по принципу женское счастье был бы милый рядом ну а больше ничего не надо вот она такая понимаете она коммуникатор который договориться даже в ущерб себе да вот если шестерка она выгадает где-то хитрецу да здесь вот прям она готова к самоотдаче да но не обольщайтесь она тоже коммуникатор манипулятор по такой вот прям по базе там где не поменяется то есть жизненный пути день рождения он не меняется мы может могут поменяться вот эти три цифры да но вот эти цифры не меняются и у нее смотрите она коммуникатор безвозмездный да вот двоечка а здесь коммуникатор манипулятор то есть у нее тоже есть шестерочка да но это шестерочка очень хорошо работает на то что все таки смотрите вот у него душевное побуждение 6 то есть ему нравятся такие женщины да он сам такой он себя очень любит кстати но он и ее тоже любит и это связь у них действительно очень серьезная да они могут быть в отношениях с кем угодно но все равно вот с его стороны идет большая симпатия к ней она является олицетворением того что ему нравится в людях ну в первую очередь ему нравится в людях конечно же он сам да вот он он сам шестерка в кубе в квадрате в абсолюте но и она тоже шестерочка неплохая то есть получается что в этом они похожи да и вот в этом она его привлекает получается дальше смотрите вот ее душевное побуждение единичка это по базовой комплектации ну так называемой базовой комплектации вот она родилась вот с таким вот сочетанием дженнифер лин лопес да и ее привлекают самостоятельные мужчины самостоятельные самодостаточные вот она тянется к таким ей нужен такой прям мужчина в кубе в квадрате в абсолюте но так как здесь включается кармическая история про 19 до получается что ее привлекают самостоятельно но притягиваются всегда те кто вот в плане этой самостоятельности проходят какие-то кармические уроки либо это какие-то инфантильные мальчики либо наоборот деспоты которые пытаются ее приструнить к ногтю но вот что-то такое всегда она как бы она тянется к мужчине ну к мужчинам с большой буквы м притягивает ну что что-то другое полы ну как бы вот за этим лоском она не замечает что притягивает что-то другое и вот на эту тему ее страдания ну страдания не страдания но и и жизненный путь вот как раз на этом и акцентирован она влюбляется не в тех кого надо как бы да вот вот это ее и задача и карма и наказание и вот знаете здесь как раз очень такой интересный момент сошелся до что пришло время да вот ей это осознать в молодости это как бы когда ты встречаешь человека и разочаровываешься в нем ну тебе как-то проще его бросить да и вот может быть поэтому в молодости у них не сложилось а вот больше категоричности да ты мне не подходишь и в общем давай расходиться вот это ее такой вот рок который она можно сказать несет да и ну так как это базовая комплектация она может от этого уходить да с помощью там смены фамилий с помощью вообще женщина когда начиная вступает в отношения она как бы берет вибрации своего мужчины но в данном случае конечно тут еще вопрос спорный кто чьи вибрации берет потому что дженнифер не относится к тем женщинам которые вот прям будут брать вибрации да и ими пользоваться она сама вибрирует дай боже каждому да она сама наделена такой энергетикой что тут непонятно кто под кого будет вибрировать но тем не менее все-таки классический вариант когда женщина ну женщина берет фамилию мужчины своего и как мы знаем в данном случае дженнифер именно взяла фамилию бена ну и соответственно мы подставляем тогда ей его фамилию и что мы получаем да да еще вот по ее базовой комплектации у нее сверхспособности не просто 11 а уже 22 то есть 11 это умение как вот человек видит допустим предметы говорит и вот он сейчас упадет да и тут бахает предмет падает когда начинаешь разбираться да как бы ничего не предвещало но оказывается что предмет стоял ненадежно на него как-то особым образом дул ветер и вот человек с цифрой 11 он видит вот эти все тон тонкости просто на раз-два и это все отслеживает даже может быть он не осознает почему вот эту вот всю взаимосвязь но он сразу видит конечный результат и говорит его ну и понимает это все да вот понимает ну то есть это такие сверхспособности это интуитивное чутье вот когда цифра 11 а когда 22 это не просто интуитивное чутье а человек ну не просто он видит что произойдет да вот эти вот скрытые какие-то что происходит там скрытая да он еще и умеет это все выстраивать с помощью силы мысли чтобы вот это все скрытая работала на него чтобы вот эти все скрытые процессы выстраивали цепочку удобную ему и это уже как магия да вот помните я когда рассказывала про рожки например на на лбу да вот и там я говорила что мысли материальный человек то что он хочет он просто забрасывает в космос и это все исполняется и это работает вот у людей с экспрессией 22 это работает даже если у него на лице нет рожек но это все равно будет кстати у дженнифер надо посмотреть повнимательнее вполне возможно у нее есть эти рожки потому что ну действительно тем более вот в таком ключевом моменте экспрессия да и здесь у нас цифра 22 число мага то есть она как обладает вот этими магическими способностями и это ей помогает в продвижении в карьере да и поэтому мы все знаем ее как дженнифер лопес поэтому она так успешно ну и в общем то это предсказуемый результат да ей не везет она всегда притягивает к себе не тех мужчин да но в то же время ну вот это в отношениях да то чего она хочет то во что она влюбляется это несет какую-то кармическую такую историю но с другой стороны у нее сверхспособности и поэтому она так проявила себя в карьере на ну личность троечка да это человек который личность это маска да человек несет маску актрисы да и мы все хорошо знаем но и соответственно вот она такая по базовой комплектации и что же мы получаем когда дженнифер берет фамилию аффлек да и вот я разные варианты подставила допустим лопес и аффлек вот это вот усложнение вот ни в коем случае ей нельзя этого брать вот прям я не знаю как ей это донести ну ни в коем случае вот это вот сочетание ей не ну не никак нельзя потому что смотрите человек навешивает на себя сразу две кармические истории здесь у нас проблемы в отношениях то есть бен будет ей мотать нервы просто по полной программе вот она разочаруется полностью в нем личность пятерка кармическая 14 это ограничение свободы то есть он мало того что будет трепать ей нервы он еще и будет ее ограничивать в свободе ну и соответственно пропадает вот эта экспрессия ну конечно же это по базовой комплектации она никуда не пропадает она всегда как бы база да вот это как наше тело на которое мы надеваем разные варианты одежды и вот эти вот варианты одежды я вам описываю вот этого вариант одежды абсолютно неудобный для дженнифер хоть и конечно сейчас и хочется вибрировать да вот как она очень долго этого ждала она очень хотела этих отношений да но эти отношения к сожалению вот по нумерологии да и кстати по формуле души тоже несут такую вот кармическую составляющую именно поэтому они в молодости вроде бы все у них было хорошо но они разошлись потому что я вам даже могу сказать почему они разошлись потому что скорее всего афлик ее ограничивался в свободе и приносил много душевных страданий кроме того смотрите если она вот сложное свое имя с фамилией афлик здесь получается что она теряет самостоятельность она становится ну какой-то инфантильной что ли она пытается показывать свою самостоятельность но здесь ну то есть она теряет лицо рядом с ним опять проблемы и тянется к несвободе понимаете вот при этом она пытается казаться очень свободной самостоятельной самодостаточной а я все перекрыла сейчас секундочку себя немножко уберу видите да что ну довольно сложно у нее все ну вот выходит если она берет фамилию и ну такой самый упрощенный вариант и самый безболезненный для нее вариант если она просто берет фамилию афлик и становится дженнифер афлик да но я думаю что вряд ли она на это пойдет потому что ну как бы она дженнифер лопес все-таки хотя кто знает но смотрите здесь она тоже теряет свою вот эту вот как то что ей приносит успех да вот есть именно вот дженнифер лопес так подождите а где она дженнифер лопес сейчас секундочку вот дженнифер лопес но смотрите как дженнифер лопес здесь тоже довольно простые цифры да здесь нет мастер чисел то есть она получается на мастер числе вот по базовой комплектации она стала звездой да и в общем то здесь она ничего особо не теряет да вот дженнифер лопес это вот в этом сочетании я нашла просто на следующей страничке да мы к ней сейчас перейдем ну давайте смотреть получается но здесь вот когда она становится дженнифер афлик очень интересный момент душевное побуждение то есть то что она ищет в мужчинах это семерка это глубина это такая знаете очень глубокая всеобъемлющая любовь вот это она начинает искать в мужчинах и к сожалению этого нет у афлика то есть он не обладает этими вибрациями да у него вот эта вибрация мастер чисел если он захочет да вот мастер число он она еще и тем хорошо что если человек захочет он сможет быть таким как он хочет да тут вопрос будет в нем да насколько он захочет поэтому здесь какая история вот чем больше дженнифер будет в нем растворяться тем больше она будет получать проблем и тем больше она будет разочаровываться в нем вот такой мой прогноз но это еще пока не все а идем дальше значит вот фотографии этой прекрасной пары давайте посмотрим с точки зрения вот вот так 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 что у нас бен аффлек бенджамин аффлек дженнифер лопес и дженнифер аффлек вот вот эти вот окошки и вот то что она будет разочаровываться вот это вот семерочка то чего она ищет в мужчинах она в нем не увидит это ее разочарует да вот то что у нее появится больше кармических историй это вы тоже увидели дженнифер как дженнифер лопес смотрите у нее душевное побуждение троечка и у него как бенджамин аффлек тоже троечка то есть у них страсть у них действительно они друг другу притягиваются но вот эта страсть она конечно же такая интересная вот когда это между мужчиной и женщиной а тут понимаете люди хотят одного и того же и получить они это одно и то же могут друг от друга да то есть они друг друга по сути истощаются общением друг с другом вот и здесь им конечно необходимо друг от друга периодически отдыхать да вот это вот такой моментик небольшой в плане вот именно отношений это ну как вот знаете как отношения основанные на страсти живут три года есть такое мнение и это не неспроста потому что люди друг на друга смотрят да и вот они друг друга поглощают какое-то время пока ресурс не закончится а потом просто они как выжатые лимоны отваливаются друг от друга и уже ничего не могут друг другу дать в этом плане очень хорошо если вот есть такая страсть до находить что-то извне вот в этом плане я потом мы подойдем к этому моменту я вам покажу пример того как люди действительно имея одну и ту же страсть но их дружба длится всю жизнь вот в этом же разборе я вам это покажу да а значит получается ну вот вот этот момент обратите внимание и что касается бена африка чем больше дженнифер к нему приближается тем больше она отходит от своих корней где она ему действительно очень интересно по своей экспрессии мастер число да у нее 22 это мастер число а ему нравятся женщины вот получается душевное побуждение 11 ему нравятся вот эти вот сверхъестественные женщины с мастер числами его вот это очень сильно привлекает да и вот это как бы она чем ближе к нему становится чем больше она на нем зацикливается тем меньше она ему становится интересно понимаете вот это вот как раз ну с обеих сторон получается что оба чем ближе друг в друга проникают тем больше друг в друге разочаровываются и здесь вот такая вот интересная тенденция она была и у него так с его предыдущей женщиной у них как вы знаете трое детей тоже дженнифер он был в отношениях дженнифер гарнер и здесь смотрите вот такая интересная тоже история обратите внимание я не буду сильно разбираться но она трудяга конечно мама не горюй какая и вот в этом плане она конечно ну увидела в нем вы вы помните да у него тоже есть вот у нее жизненный путь 13 у него экспрессия когда он бенджамин да вот он в работе он трудяга такой же как она по жизни да и вот это вот у них общее а как вы знаете для того чтобы люди как мы должны быть чем-то похоже чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться чтобы любить друг друга вот вот это вот схожесть их явно сблизило да но смотрите вот изначально она очень загружена кармически и поэтому вот такая история получилась да сейчас наверняка или тебя летит много шишек в ее адрес потому что она еще и дженнифер и получается ну как бы она как бы на вторых ролях да вот этот большой удар по самолюбию она ведь родила троих детей этому мужчине да по сути она здесь но очень сильно пострадала и вот это страдание в ней заложено как вот в нумерологии да получается что она пришла в этот мир для того чтобы ну вот пройти вот эти уроки да ну здесь сильно не будем на ней заострять внимание потому что это уже как бы пройденный этап но смотрите вот здесь вот как раз были те же самые грабли когда она как подождите ну вообще даже вот она по псевдониму например когда она вот это вот ее сложное имя базовая комплектация на его можно сказать отбросила и взяла вот этот псевдоним и это ей позволило можно сказать выстрелить до выстрелить ну и стать известной вот если бы она не убрала вот это вот они а вот просто но осталось бы с этим то вряд ли бы она достигла вот этого всего потому что ей бы разгребать и разгребать свои сложности да вот эти кармические но она дженнифер гарнер и вот по этому сочетанию смотрите у нее душевное побуждение семерка то есть вот когда она звезда да вот он ей нафиг не нужен но когда она вот именно по базовой комплектации вот она в него влюбилась вот вы помните у него когда он бенджамин да он в работе она видимо увидела его в работе и это для нее то таким вот знаете толчком стало да вот получается что ее жизненный путь она такая же да и вот она увидела в нем то же самое и вот для нее это ну стало как бы таким вау какой он классный да дальше экспресс опять таки у него вот эти мастер числа мастер числа это человек может подстроиться под любое под любую вибрацию да вот он видит женщину и нравятся такие мужчины он будет именно на такой да то есть может быть он даже и подыграл вот эту семерочку ей да то есть вообще в принципе он может быть таким как каким вы хотите чтоб он был да вот вот это вот мастер числа ему дают такие такие привилегии до тех пор пока ему интересные отношения он будет именно таким как каким хочет видеть его женщина адам поэтому до поры до времени он видимо ей подыгрывал да но смотрите чем больше она сближалась с ним тем больше вот эта семерка выходила на первый план вот видите тут тоже семерка душевное побуждение то есть она его смотрит и не видит то что все-таки она хочет видеть мужчине и вот это конечно ее привело к разочарованию а помните у дженнифер лопес та же история вот берет она его фамилию и она тоже ищет в нем эту глубину вот эту семерку то есть здесь к сожалению со стороны женщины будет то же самое разочарование дальше смотрите что еще хотела сказать что касается его он как бен аффлек да он тянется к женщинам которые вибрируют по-особому да а здесь дженнифер гарнер личность 11 то есть ее маска когда она звезда но актриса до которую она действительно вибрирует так как он ищет в женщинах да он нашел в ней то что искал но чем больше она в нем растворяется тем меньше она вибрирует именно вот как дженнифер гарнер до чем больше она про не прогибается под него рожает детей опять-таки чем больше она становится его женщиной да то есть берет вот эту вот вибрацию его фамилии тем меньше она ему интересно понимаете вот такая история поэтому здесь к сожалению опять-таки их союз распался дальше идем пройдемся буквально по двум мужчинам дженнифер лопес потому что тут тоже довольно интересная история видите марк энтони в общем-то очень интересные вибрации жизненный путь 22 то есть мастер число он непростой такой парень и поэтому он ее заинтересовал здесь получается с его стороны действительно к ней реально любовь и по вот по его псевдониму марк энтони это у нас шестерочка у нее день рождения шестерочка и у него душевное побуждение восьмерка по полному имени и у нее как дженнифер лопес личность восьмерка то есть ее маска ему все нравится в ней что касается ее то он ее тоже очень привлекает в первую очередь жизненным путем жизненный путь 22 он если он хочет понравиться женщине он это сделает очень легко поэтому эти отношения в общем то можно было спасти но сами понимаете что там был бен аффлек который в общем то как не закрытый гештальт что называется да вот всегда маячит перед глазами ну и соответственно что но смотрите вот чем больше она приближается к нему до чем больше она становится его женщины да вот если подставить ей его фамилию у нее семерка и а у него экспрессия семерка и день рождения семерка причем день рождения у него кармическая 16 у него вот такая вот проблемка по жизни получается что ему ну положено быть с разбитым сердцем ему надо пройти этот путь ему необходимо этот урок поэтому ну вот получается что ему дали такую женщину с сердцем не до конца расположенным к нему хотя если бы она хотела то она бы действительно растворилась в нем но вот дается вот такой вот такое сложное сочетание обычно когда кармическая 16 если бы здесь было не 16 да просто семерка вполне возможно они бы так и остались парой и все было бы у них замечательно да это значит этот мужчина и еще один мужчина у нее был это у нас вот эти отношения тут кстати я посмотрела по фотографиям ну вот как-то мне не понравилось она всегда вот вот это вот немножко презрительно рядом с ним ну немножко с высока к нему относилась что мы здесь видим крис джад это ее мужчина ну и когда она с ним в отношениях в общем-то да она к нему притягивается ну у него личность четверка так его маски можно сказать и он тоже здесь страсть и чем ближе она к нему становится тем крепче у них отношения видите вот ее ей подставляем его фамилию у нее появляется экспрессия тройка то что он ищет мужчина ой в женщинах прошу простите я уже заговариваюсь да то есть здесь в общем-то отношения довольно страстные да ну на три года но я кстати не знаю сколько они вместе прожили но у них был шанс у них был шанс если бы она под него подстраивал ну как-то вот в нем растворялась больше если бы она больше давала ему шансов то у них тоже могли бы быть прекрасные отношения но видимо здесь все таки я не знаю что их сердцу не прикажешь до незавершенный гештальта с беном аффлеком в итоге я думаю в какой-то степени может быть повлиял на это все но шансы у этой пары тоже были да теперь давайте посмотрим по формуле души что же все таки у бена аффлека и дженнифер лопес ну вот тоже интересно буквально пару слов хочу сказать по формуле души но что могу сказать про бена у него четыре центра до человека очень непредсказуемый сегодня он проснулся с одной ноги у него одно настроение завтра он проснулся с другой то есть поймать его настроение довольно сложно но ничего это как бы дает такое вот знаете непредсказуемое поведение да но дает харизму да и он интереснее от этого становится в быту конечно человек довольно сложный ну артист да что что поделать но давайте посмотрим и это кстати не критично у многих у меня кстати и курс по формуле души тоже под видео можете посмотреть там много занятий там 20 чем-то уроков ну там посерьезней обучение если интересно то тоже пожалуйста внизу там все найдете тоже 990 рублей дан вопрос в другом что же бен аффлек ищет в женщинах вот нам надо понять насколько дженнифер лопес ему подходит по формуле души потому что но как бы это без привязки к имени да вот там мы меняем имя меняем вибрации а здесь вот такая можно сказать базовая вибрация которую можно понять что человеку нужно от женщин да ну от противоположного пола чтобы иметь отношения а и так ему очень важно чтобы женщина была вот сатурн здесь у нас на этом на орбите венеры мы смотрим какие планеты находятся это то что мужчина ищет в женщине здесь у нас сатурн то есть ему нужна серьезная женщина возможно она старше но она должна быть довольно солидной до занимать какое-то положение и поэтому дженнифер подходит да она чуть старше его здесь плюсик можно сказать ставим да и она должна обладать энергией марса это спортивная активная что же у дженнифер с марсом а у дженнифер марс находится на орбите юпитера то есть она показывает себя в социуме именно такой то есть ее маска ему очень привлекательно да в общем то она ему подходит казалось бы но здесь есть некоторые факторы которые ему самому бы надо учиться этой серьезности да но ладно бог с ним в общем то она ему подходит более-менее да дальше что касается дженнифер а здесь целый список претензий к мужчине вот на орбите марса у нее находится целых шесть планет и три из них вполне нормальные резонные которые действительно ну вот прям ну классные даже хорошо что они здесь находятся и все замечательно это у нас опять-таки сатурн то есть ей нужен партнер серьезный он должен быть старше а как мы знаем бен он недостаточно серьезен да он такой вот у него четыре центра но он такой вот но он манипулятор да ну хотя с возрастом может быть он и стал серьезней да ну не знаю что там у него происходит вот чем серьезнее он будет тем больше он будет привлекателен для дженнифер да и больше соответствовать будет все-таки ее предпочтением мужчин да может быть он своим статусом он же все-таки звезда да поэтому можно этим можно перекрыть то что он он моложе ее ну ладно этот вопрос бог с ним это один из пяти показателей мужчина должен быть в социуме хорошо известным да ну и это тоже он соответствует да ну и там дальше мужчина должен быть оригинальным здесь бен просто оригинал вообще как и дженнифер да они просто оба очень интересные личности и так далее а да поэтому здесь в общем то все хорошо все сходится но идем дальше вот здесь вот ретро нептун а это значит нептун это человек духовно развитый должен быть но ретро это вполне возможно что мужчина алкоголик и как мы знаем что он у бена афлика не сложились отношения с предыдущей дженнифер они расстались и он жалов были слухи о том что у него проблемы с алкоголем поэтому вот вот это вот а у дженнифер получается что на орбите марса вот эта планета это говорит что ей вот эту карму надо нести это что они 20 лет назад разошлись да получается она вот это вот вот это вот та проблема которую ей к сожалению судьба дает да ей надо вот это пройти до либо смириться либо как-то вот с этим жить и ну видимо вот этот длинный такой промежуток времени который они прожили по отдельности даст есть сил вполне возможно вот этот груз нести ну алкоголизм бена к сожалению никуда не уйдет здесь ну как бы да даже если он сам захочет бросить все равно вот это вот ее потребность да вот вот то что ей надо это пройти вместе с ним все равно поставит его опять на эти рельсы вот такая к сожалению математика ну вот вот и видите у нее этот ретро узел тоже смотрит сюда то есть это то то с чем ей надо поработать ей надо вот эту свою глубину проработать психологию да вот вот это вот ее беда можно сказать и еще одна проблемка которая к сожалению тоже будет ей мешать в ее семейном счастье это луна на этой орбите часто дает мужчину такого знаете маменькиного сынка который всегда ищет сильных женщин мужчину которого надо как ребенка вот вести за ручку и в этом плане ну и мне так я не знаю насколько это правда но кстати вот мы можем посмотреть да у него действительно в центре есть луна тоже да он он и с этой ролью он тоже хорошо справляется в каких-то вот своих ипостасях да вот в какой-то из пробуждений он встает именно с той ноги и становится вот таким беспомощным мальчиком и вот это в нем и нравится дженнифер понимаете ей это тоже нужно смотрите какое вот у нее ну можно сказать набор предпочтений в мужчине которые в общем-то разные абсолютно вот ей и нужен такой мужчина понимаете вот такой вот разный вот он и сатурн да он может там не знаю хлопнуть кулаком по столу и быть сегодня очень строгим папочкой да но может быть и беззащитным мальчиком которого надо вести за ручку понимаете он может напиться и в этом тоже счастье дженнифер вот такая вот как бы несочетаемая вот эта солянка да она ей нужно он и в социуме хорошо аспектирован и оригинален то есть он для нее просто идеальный мужчина но примет ли она всей его идеальности да вот в полном объеме в молодости она этого не приняла потому что но вы понимаете в молодости ну более категорично на это смотришь с возрастом насколько это все ну как бы она она понимает да что ей нужно именно такое в мужчинах да вот ей явно не хватало адреналина вот а вот с этим мужчиной будет полный адреналин понимаете но приведет ли это в итоге к счастью или к разрыву это уже покажет время но вот что касается дженнифер ты нужны вот эти вот американские горки в отношениях что касается бена он менее прихотлив в отношениях да ему достаточно просто чтобы женщина его случае чего отвела за ручку в кроватку да не знаю там или там еще что-то сделал да вот он в отношениях женщинами вот ему надо тогда ну и чтобы эта женщина была яркая привлекательная что в общем-то дженнифер и собой и показывает в общем-то неплохие шансы на то чтобы они были вместе но и в то же время неплохие шансы на их расставание но я все-таки хотела бы быть оптимисткой в этом плане и хотела бы им пожелать чтобы у них все было долго и счастлива и на всю жизнь потому что действительно люди долго этого ждали теперь вопрос в другом все-таки идеальная пара для бена аффлека вот прям идеальное идеальное существует я вам сейчас покажу кто это это мэтт дэймон а он сейчас вот когда они воссоединились старается меньше давать комментариев да он отшучивается но давайте посмотрим вот здесь вот действительно сочетание когда ну что такое дружба дружба это любовь но без секса я ни в коем случае не не хотела бы это опошлять но вот смотрите в отношениях даже ну не в любовных отношениях тоже надо смотреть по нумерологии потому что здесь очень много зарыто почему у них такая крепкая дружба да они они и ссорятся и растая и мирятся там с женщинами да у них там разные отношения но что действительно у них неразлучно это их дружба это то что они несут всю жизнь да и снимаются друг у друга в фильмах да и вот как-то поддерживают друг друга это просто знаете вот дружба которой можно написать книгу я думаю что они об этом напишут со временем книгу кто-то из них наверняка какие-то мемуары да и посмотрите у них душевное побуждение одинаковая а подождите ой 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 секундочку не то открыла извините да смотрите вот душевное побуждение по полному имени одинаковая да вот бенджамин гэза аффлек болт и мытью пейдж дэймон видите душевное побуждение причем у дэймона душевное побуждение шестерка а здесь шестерок целых четыре то есть вот прям манипулятор в кубе в квадрате в абсолюте это то что нужно мы эту дэймону да ну вообще в отношениях да вот были бы они разных полов у них была бы просто идеальная любовь да но идеальная дружба дальше смотрите как интересно получается вот когда они по псевдонимам да как мы все знаем бен аффлек и мытью дэймон здесь бен аффлек ищет в людях да вот это вот это мастер число 11 до а мытью дэймон у него как раз 11 это экспрессия это один из самых главных показателей по ну вот то что человек может да и здесь вот как раз очень четкая такая вот прям такое совпадение шикарная да дальше смотрите вот он мытью у него девятка душевное побуждение то что он ценит в людях а у аффлек а у него личность и по и по полному имени и по сокращенному личность девятка то есть он тоже вот свои вибрации вот прям полностью подходит вибрациями потому что ищет в людях мытью вот это просто идеальная пара понимаете вообще просто блестяще и поэтому они вместе дружат поэтому эту дружбу ничего не сломит и здесь конечно же женщины приходят и уходят а вот эта дружба она навечно вот вот в чем я полностью не сомневаюсь это в том что дружба это будет продолжаться что касается отношений дженнифер лопес и бена аффлека это нам с вами покажет время а дружба вот этих двух мужчин она продлится я думаю навсегда вот такое мое заключение да напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете я искренне от всего сердца желаю этой паре чтобы у них все сложилось чтобы у них все было замечательно но конечно же ложка дегтя она всегда присутствует самое главное понимать тут фишка в том что вот нумерология там и другие вещи которые но кстати по если вам интересно глубже вы можете ко мне на консультацию прийти я там не только это смотрю я еще глубже смотрю и там много подводных таких этих вещей рассказываю но знаете чем хорошо вот такие вот разборы делать если вы например там вступаете в отношения вы можете это делать сами да вот ссылочка под видео это недорого и не сложно самое главное да вы можете научиться это делать сами и предсказать вот отношения с мужчиной да вот менять или не менять фамилию если вы у вас что-то в жизни не ладится тоже можно поменять просто фамилию и все вот вы себе можете сделать определенные вибрации и тем самым как корабль назовешь так он и поплывет да и поплыть немножко по другой траектории понимаете вот это вот очень интересно поэтому изучайте это обязательно пользуйтесь этими инструментами потому что и в данном случае да вот мы понимаем что все-таки отношения до имеют много шансов на то чтобы быть гармоничными да но все равно какую-то ложку дегтя они будут нести да и самое главное что эту ложку дегтя надо понять да что это будет и ну что называется соломку подстелить и вот это вот я думаю что если дженнифер будет учитывать то что я проговорила да вот эти рекомендации то они проживут долго и счастливо но если она не найдет в себе мудрости принять это то все равно и как бы все по-любому придется это проходить да не с ним так с другим человеком потому что вот у нее вот такая задача как бы стоит по жизни да и вот ей это надо делать ну не знаю разочаровала я вас или как-то обрадовала напишите в комментариях что вы считаете по этому поводу я буду закругляться спасибо вам за внимание вообще напишите в комментариях свое мнение по поводу этой пары что вы думаете может у вас есть какие-то еще взгляды на это я с удовольствием почитаю желаю вам хорошего остатка дня пока пока